Здравствуйте, меня зовут Ира, и это канал английского языка. У нас был вопрос по поводу, как благодарить, как отвечать на благодарность, какие есть варианты, чтобы не звучать всё время однообразно. Ну вот, я тут несколько выписала, давайте разберёмся. Самая простая благодарность, такая базовая благодарность, это thank you. Спасибо вам, спасибо тебе. You и вы, и ты – это одно и то же. Thank you, спасибо тебе. Спасибо вам. Используется в 90% случаев. Более простая форма, такая более походя. Вам кто-то дверь подержал, можно сказать thank you, можно сказать thanks. Thanks. В слове thank you, thanks и thank you, вот это первое, th, сочетание вот этих букв t и h, даёт звук th. С, сэ, у меня звук между зубами, и я говорю, как, помните, кошелёк, кошелёк, какой кошелёк, сэ, кошелёк, вот это, цепелявый такой звук, звук цепелявый, и сэ, 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 вот так вот вы и говорите thanks. И это как раз именно то и будет, то, что надо, то, что надо, то, что надо, то, что надо, как бедилбая бабуля. The things. Thanks. Ty можно часто увидеть в смс-сообщениях в американских. Они называют это texting, texts, то есть когда они тебе посылают смс, у них это называется текст, у нас смс. И в смс они всё сокращают, и оттуда пошла вот эта культура сокращения, w, t, f, l, o, l. Вы, может быть, видели вот эти аббревиатуры букв, там по три, по четыре буквы. И ty – это тоже сокращение thank you, означает просто thank you. Это можно увидеть. Или где-то в интернете можно увидеть, или под видео кто-то может ty написать. Значит, thank you. Напишите мне ty, если вам, конечно, понравилось. Вот. Thank you. После словосочетания thank you можно его немножко ещё расширить. Можно сказать не просто thank you, а thank you very much. Thank you very much. Как у нас в школе говорили, Сенька, бери мяч. Thank you very much. Very much. Вместо слова very можно сказать so much. Они приблизительно одинаковые. Very – это очень, much, много. Очень много. Спасибо вам очень много. Дословно, да? Ну, дословно английский никто не переводит, но если вдуматься в смысл каждого слова, приблизительно такой смысл. Спасибо тебе, thank you, very, очень, much, много. Спасибо тебе очень много. So – это другая частица. Она также часто употребляется, как и very. Означает так. То есть мы можем сказать спасибо тебе так много. Или спасибо тебе очень много. И как мы и в русском можем сказать тебе такое большое спасибо. Или тебе очень большое спасибо. И так, и так мы можем сказать. И в английском тоже можно сказать и так, и так. Thank you very much. Или thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. И иногда даже те, кто, знаете, как это называется, перестраховщик – это тот, кто одевает одновременно ремень и подтяжки. А тут – это тот, кто говорит одновременно и so, и very. Можно так сказать. И я слышала так говорят, но это когда человек уже прям хочет, ну, пересластить. Thank you so very much. Thank you so very much. Иногда они так говорят, но это уже, ну, слишком притерно. Я не сторонник того, чтобы так говорить, но я слышу иногда, что люди так говорят. Следующий вариант благодарности – I appreciate it. I appreciate it. Я оценил это. Я оценил это. Обычно это может быть сказано само по себе, может быть, это сказано в паре с thank you. То есть может быть такая конструкция. Thank you, I appreciate it. Thank you very much. I appreciate it. И я здесь поставила звёздочку, потому что здесь ещё возможно вставить усиление. Вот это тоже всё усиление, но ни so, ни very сюда не вставляется, а сюда может вставиться слово really. Really – это значит действительно. Appreciate – это оценил. Я действительно ценю. Оцениваю я это, ценю то, что вы сделали. I really appreciate it. То есть такая уже увесистая форма благодарности, не просто мелкий такой thanks, такой проходной, когда ты чуть-чуть бросил, так thanks, и пошёл дальше. Thank you чуть побольше. Thank you very much – это уже побольше. А если ты уже прям хочешь так доставить уже крупную благодарность, такую уже посылку с благодарностью уже такую, ты уже говоришь thank you very much, I really appreciate it. То есть всю вот эту собираешь, вот эту всю конструкцию и выдаёшь. Thank you very much, I really appreciate it. В каких случаях? Ну, у меня был такой случай, например, когда мы только приехали в Америку 6 лет назад, и я гуляла с ребёнком на детской площадке, и ещё одна мамаша, мамочка с ребёнком уходят с детской площадки, она забыла свой телефон, оставила там что-то, делала в телефоне и побежала за своим ребёнком куда-то. И я смотрю, они уже уходят с площадки, то ли она забыла его, то ли то ли что. Я схватила телефон, побежала ей догонять, отдавать её. Догнала её уже за углом, и она увидела, что я ей несу её телефон, и вот тут она была благодарна, потому что действительно для каждого человека потерять телефон – это, ну, очень неприятно. И телефон – это важная вещь у каждого в жизни. И тут она мне уже выбила по полной. В программе она сказала «Thank you very much», I really appreciate it. Или она сказала «so much», я не помню, как это было дело, но я помню, что у меня отложилось. Ух ты, I really appreciate it. И мне понравилось, вот как она это сказала. I really appreciate it. I really appreciate it. Thank you so much. I really appreciate it. То есть она мне сказала, что она действительно ценит мой поступок, что она мне благодарна. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. И слово appreciate – ценить. У него есть тоже некоторые варианты значений. Например, appreciation – это рост в цене. Appreciation – это значит, что-то недвижимость, например, растет в цене. Про нее можно сказать the price appreciation. То есть рост цен. Appreciation – это что-то ценное и растет в цене, увеличивает свою ценность. I appreciate – это значит, что я оценил. От слова appreciate можно еще сделать appreciative. Appreciative – appreciative, appreciative person. Человек, который способен оценить. Благодарный человек. Appreciative. He is appreciative. Он благодарный. Он оценивает это. Он может это оценить. I am appreciative person. I appreciate everything in my life. Например, я ценю все, что в моей жизни. Я благодарный человек. Я ценю. I appreciate everything in my life. Я ценю все в моей жизни. I appreciate it – это я ценю конкретно что-то. То, что произошло. I appreciate it. I appreciate it. Можно сказать за что-то конкретное. Можно сказать thank you very much. Например, вам кто-то что-то сказал приятное. Вы можете сказать thank you very much. I really appreciate your words. Я ценю ваши слова. Для меня они важны. I appreciate your words. То есть вместо it вы можете сказать I appreciate your words. Что конкретно вы appreciate? I appreciate your support. Например, вашу поддержку. Я ценю вашу поддержку. Вот вы мне поставили, допустим, лайк под видео. Я говорю thank you so much. I really appreciate your support. То есть я ценю вашу поддержку. Если вы, допустим, хотите поддержать и говорить, ой, Ир, ну нормально, ты так рассказываешь про английский. Нам, в общем, понятно. Спасибо. А я могу сказать thank you so much. I really appreciate your support. Because it's important for me to know that this information can be valuable for someone. Потому что для меня важно знать, что эта информация может иметь ценность для кого-то. И мне приятно это знать, например, да. И я это ценю, если вы мне дали об этом знать. I appreciate your feedback. Я ценю ваш feedback, как по-русски сказать. Ваш отзыв. Я ценю вашу обратную связь. То, что вы мне говорите, что там, Ир, не так, а вот так. А вот говори нам помедленнее или побыстрее. Нам нужно делать паузы или не делать паузы. Слишком много пауз делаешь. То есть вы мне даете какое-то направление, и I really appreciate it. Потому что я ценю это, потому что мне это дает понимание, направление, как мне быть более полезной. И как мне так, чтобы больше людей понимало английский. Потому что я фанат английского языка. Я считаю, что всем нужно знать английский, разговаривать на нем. Потому что это всемирный язык. И все в мире по-английски происходит. Все хорошее в мире. Ладно, это я чуть отклонилась. Вернусь. Значит, I appreciate it. Это форма выражения благодарности. Может быть сама по себе. Может быть в паре с thank you, I appreciate you. Может быть отдельно thank you, отдельно I appreciate it. Отдельно либо вместе. Они хорошо смотрятся вместе, хорошо сочетаются. И еще один вариант. I am grateful for и I am thankful for. Grateful и thankful – это близкие по значению слова. Вот это как раз и благодарный. Вот смотрите. Слово thankful на примере этого слова. Помните? В предыдущем видео, я может быть оставлю здесь ссылку, или оно в следующем. В общем, было видео, где я рассказывала, как образуется прилагательный при помощи частички full. Очень много слов мы можем образовать с помощью частички full. И вот вам еще дополнительных примеров. Thankful и grateful. Thankful – это полный. И это прилагательное от слова thank, от спасибо. Полный спасибо. То есть, спасибоный. Мой сын так говорит. Я спасибен, я очень спасибен. Это значит, что он благодарный. Я полный спасибо. То есть, я thankful. Я наполненный спасибоми. Весь внутри состою из спасибо. Я thankful, я очень благодарный. Мы по-русски говорим «благодарный», а по-английски thankful или grateful. Grateful, наверное, это будет ближе. Благодарный. То есть, вот это вот не очень употребляется в обиходной речи, но не так часто услышишь «I am grateful for». Они скорее скажут «I appreciate it». Но вот эти слова употребляются больше в письменной речи, в письмах, в деловой переписке. Или, например, чаще всего они употребляются в self-development, такие, когда тебе нужно дневник благодарности написать. «Пять вещей, за что ты благодарен сегодня». «I am thankful for having a child». «I am thankful for having fingers and thumbs». Вот этот пальцем называется «thumb». «I am thankful for having a right-hand thumb». Я благодарна за то, что у меня есть большой палец правой руки, because I can handle this marker and write the words for you guys. «Я благодарна за то, что у меня есть большой палец правой руки, могу держать сломастер и писать для вас слова». Я за это благодарна. «I am thankful for being healthy, being in a good physical condition». То есть, что у меня руки и ноги на месте. Я благодарна за это. «I am thankful for», «I am grateful for». Это больше используется в дневнике благодарности, когда «за что ты благодарен?». «I am thankful for». Вот когда ты пишешь именно благодарность. Но в обычной разговорной речи люди редко скажут «I am thankful for it». Не очень-то это так вот обиходно-разговорно. Но вы всё равно можете услышать эти слова, а скорее их увидеть в практиках духовного роста, вот как я уже сказала, в дневниках благодарности, то, что человек пишет. Каждый день он должен писать пять вещей. Так, теперь как ответить на благодарность в следующей части нашей программы? Хорошо вам видно? Типовое слово «welcome». «Welcome» значит «добро пожаловать». То есть мы говорим «спасибо, пожалуйста», а они говорят «добро пожаловать». Ну, почти похоже, да? «welcome» значит «обращайтесь». Как бы «welcome» – это «добро пожаловать», обращайтесь, и, значит, для вас открыто. Это простое. «You are welcome». «You are welcome». Ну, это чуть более полная форма. То есть «welcome» – это просто короткая такая обиходно-разговорная форма. «You are welcome» – это тоже форма такая частая в употреблении. Поставила звёздочку. Почему? Потому что очень многие иногда, особенно это касается русских людей, любят поставить здесь усиление. «You are so welcome» или «You are very welcome». «You are very welcome». Один американец мне как-то говорил, почему вы, русские, так всегда всё прямо раздуваете, говорите «thank you very much» и «you are very welcome». То есть его это прямо бесило, что русские говорят всё время «you are very welcome» и «thank you very much». То есть слишком много вот этого всего утяжеления, конструкции. Когда можно просто сказать «thank you» и «you are welcome». То есть, ну, это же особенно в простых ситуациях, когда там ничего выдающегося не произошло. Просто я замечала это за людьми, которые услышали, им это понравилось, и они «давай вот это шпарить всем на все эти». «Спасибо тебе очень большое, пожалуйста». «Большое спасибо». «Большое, пожалуйста». Так что можно просто сказать «you are welcome». Ну, если вам прям человек очень нравится или прям очень хочется ему ещё дополнительно подсластить, то можно сказать «you are» вместо вот этой звёздочки «very welcome». «You are very welcome». Но я не очень рекомендую, я сказала, что я не очень рекомендую слишком… слишком услощать свой язык. Потому что это всё равно слова-паразиты, они лишние, они не несут смысловой большой нагрузки здесь. Это мы идём по вариантам ответа на благодарность. Дальше часто, особенно среди чёрного населения, они часто могут ответить «no problem». «no problem». Мне не очень нравится этот ответ, потому что, когда я говорю «спасибо», мне как-то странно, когда мне говорят «не проблема». Как будто я могу подразумевать, что то, что для меня сделали, это было проблемой. Ну, я вообще не поднимала вопрос проблем. То есть, это не мой вариант ответа, но он существует. Я не люблю этот ответ «no problem». Мне лично он не нравится, но я с ним смирилась, я его воспринимаю как часть культуры, что многие люди в Америке отвечают именно так, то, что я так не отвечаю, и это мой личный выбор. Но это не значит, что он правильный или нет. Но этот вариант ответа очень часто встречающийся. Ну, окей, хорошо. Это возможно. Дальше вариант ответа на «спасибо», «thank you», и человек отвечает «my pleasure». Вот этот вариант мне как раз нравится, и это мой выбор, и мне нравится, когда на «спасибо» человек отвечает. Мне было приятно это сделать. Это было мое удовольствие. Мое удовольствие. Буквально, значит, «my pleasure». My pleasure. Если мне кто-то говорит «спасибо», я, скорее всего, отвечу либо «welcome», если это очень мелкое, а если это что-то такое более от меня потребовалось, и мне было приятно, я отвечу «my pleasure». Потому что мне приятно это было сделать для человека. И мне вот этот вариант нравится ответа. Есть у него другой еще вариант. Я читала в английских учебниках. В британских учебниках я видела вариант. The pleasure was mine. The pleasure was mine. The pleasure was mine. Удовольствие было мое. Или the pleasure was all mine. Удовольствие было целиком мое. Полностью мое. Я так здесь не говорю в Америке. Я не знаю, как английский вариант английского, британский. В американском. Я просто обычно говорю то, что я слышу вокруг меня. и именно the pleasure was mine. Я не слышала ни разу этого в обиходном. Хотя видела в учебнике. И еще один вариант, когда что-то такое легкое, такое ты какое-то делаешь, даешь человеку что-то вкусное, или что-то даешь человеку хорошее, и он тебя благодарит, говорит спасибо, мне нравится слово enjoy. Enjoy – это значит наслаждайся. Это ты как бы даешь и говоришь enjoy. Вот, например, вы мне скажете, Ир, спасибо за видео, мы много чего из него вынесли, и вообще нам приятно было посмотреть. И я с удовольствием бы сказала enjoy, или я бы сказала my pleasure, my pleasure, потому что мне было приятно делать это видео. Мне и само интересно вспомнить, какие есть варианты, поблагодарить, какие варианты есть, ответить на благодарность. Это было мне приятно, поэтому я скажу my pleasure, my pleasure. И еще скажу enjoy. Но я не скажу no problem, но это потому что лично, лично мое непредпочтение, непредпочтительный для меня ответ no problem. Я могу сказать you're welcome, я могу сказать, вы мне скажете, Ир, спасибо, что ты нам сделала видео, я могу сказать you guys are welcome, ребята, вам добро пожаловать, заходите еще. You are welcome. или могу сказать my pleasure, или могу сказать enjoy. Но я не хочу говорить no problem, мне почему-то не нравится это слово, но его говорят, его говорят очень часто, очень часто, даже может быть чаще, чем welcome. Не знаю почему, ну, ну, так есть, так есть. Так что my pleasure, welcome and enjoy. Субтитры сделал DimaTorzok